Нормально отношусь. Понял ты, чё ты? Просто это моя главная цель. Всем привет! Мы группа Dessert. Я Данил, это Олег. И сейчас он будет отвечать на ваши самые сокровенные вопросы. Спрашивайте о Хамстер. Что для тебя команда? Вообще. Команда, это моя вторая семья, которая меня мотивирует, которая меня подналкивает на правильный путь, которых я очень сильно люблю и ценю. А Ники Фороба Лиза спрашивает, что тебя вдохновляет? И как не потерять интерес к тому, чем ты занимаешься? С твоей точки зрения. Ну, вдохновляет меня много. Это музыка, это творчество исполнителя, музыканта. Моя семья, мои друзья, вы, ну, диди сайт бэнд. Мой дедушка очень сильно, потому что я хочу быть таким как он. Ну, в плане, он у меня очень сильно цель устремлён. И я хочу быть таким же. То есть, главная твоя мотивация, это твой дедушка. Да. Интересно. А Катеева 82 спрашивает тебя, как ты проводишь всё своё свободное время. Ну, его не так много, но... То, которое есть. Хорошо. Иногда с пользой, иногда там ухожу гулять. Хотя, знаешь, ходить гулять это тоже польза, потому что я, ну, дышу свежим воздухом. Я двигаюсь. Это тоже, как бы, полезная работа. Хутор на 16.24. Серёжа, расскажи историю, как ты начал танцевать. И было ли у тебя такое, что в первые несколько дней, что ты танцевал, у тебя не получались движения, и ты чувствовал себя, будто не в своей тарелке? Ну, всё благодаря маме, потому что она меня то ввела на танцы, я очень сильно хотел этого. Ещё с детства я танцал под разную музыку. На первых занятиях, да, у меня вообще ничего, ну, не получалось. Я думал, что это вообще не моё, в принципе. Но вера в себя и вот эта целеустремлённость, к которой я, ну, хочу быть таким же, как дедушка, она меня заставляла, и вот я сейчас нахожусь здесь. Ковальчук КР спрашивает, с кем из знаменитостей ты бы хотел дружить или познакомиться? Дружить? Ну, я не знаю, есть много классных знаменитостей, ну, с которыми я знаком. Влад Финич? Да. Я этому очень рад. Это, скорее всего, больше относится к зарубежным исполнителям, но так как мы в Украине, я не смогу с ними быть знаком. Ну, это Джеймс Артур, это также мой такой очень любимый вдохновитель, я очень люблю его музыку, его творчество, и всегда какие-то сольники я именно под него танцую. Альдина 03, как бы ты описал себя в трёх словах? Very beautiful boy. А ты такой скромный. Зато, что есть один скромняшка в кадре, так что пиши подругу. Ну, если именно из качества, ну, хороший, милый, добрый. Нет, скромный. А, целеустремлённый, творческий. Красивый. А, ну, умный. Какой молодец. Алирунчик хочет узнать, какие тебе нравятся девушки и что тебя вовлекает во внешности. Или же не девушки. Так, ну, девушки мне нравятся. Девушки вообще нравятся? Да. Которые ведут здоровый образ жизни. Это главное. Потом, с которыми можно поговорить, потому что, знаешь, некоторые девушки, знаешь, так к себе стесняются. Я люблю больше, ну, таких вот именно разговорчивых людей. Потом, какой следующий? Что вам нравится во внешности? Да. Ой, ну, все мои знакомые, все мои друзья знают, что меня в девушках привлекают длинные волосы. Ну, некоторым девушкам уйдёт Крэй, я согласен. Мне вообще все нравятся, но больше я приточу тойдёшь с длинными волосами. Просто обожаю их. Ну, тут я тебя даже поддерживаю. И ещё один вопрос. Тебе Лерунчик задала. У вас в группе есть у друга и... У друг друга прозвища? Если да, то какие и кто придумал? Мне кажется, этот вопрос нужно было тебе задать, так как ты создатель этих прозвищ. Ну, не всех, но в основном. Ну, в основном всех. Да, ну, хотя бы расскажи про своё. А, да я могу про всех рассказать, окей. Ну, ты у нас Крась, да? Да, ну, это Влад. Да, ну, это Влад у нас инициатор этого прозвища. Тебе он показывает не так, а вот так. Потом я у нас Японский Бок, Влад Китайский Дракон, Олег Седой Попа Жлой Бандит, а Кирюша, ну, просто милый, добрый Кирюша. Просто Кирюша, на этом останавливаемся. А Баруша Мур спрашивает, с каким музыкальным инструментом ты себя ассоциируешь? Очень интересный вопрос, если честно. Сейчас надо подумать над ним. Ну, скорее всего, с гитарой, потому что... Ну, знаешь, в гитаре есть струны. Такие натянутые. А так, как я занимаюсь контемпом, там тоже должна быть, ну, такая более... Ну, как сказать, должна быть натянутая осанка, должна быть растяжка. Поэтому больше я с гитарой. Ну, и так же гитара такая... Это такой более гармонический инструмент, который мне тоже по душе, и поэтому я, да, больше себя буду ассоциировать с гитарой. Ты себя ассоциируешь с натягиванием? Нет, именно просто с музыкальным инструментом, гитара. Ага, хорошо. Окей. Вика Тарасова спрашивает. Что ты думаешь по постмодернизму? Это что? Ну, смотри. Это когда отвергаются основные все стили модерна. Ну, не стили, а вот, в принципе, все, что связано с модерном. И он вбирает в себя из стилей прошлого много чего, нередко с ироническим эффектом. Ну, нормально отношусь. Нормально. Это все, что можно сказать. Сочин Коба А. Какая у тебя самая главная цель в жизни? Стать успешным человеком и успешным артистом. Стромым мальчиком. Нет, ну просто это моя главная цель. Окей. The Milk Sprouse. Я из Англии. Если бы по твоим венам текла музыка, то какой она бы была? Если бы по моим венам текла музыка, то это была, наверное, Hard Rock. Господи, какая же она была. Шансон. Или какой стиль мертвый? Нет, это была бы музыка, которую бы любил весь мир. Шансон? Вот именно все. Все бы любили. Hard Bass. Нет, просто все любили эту музыку. Сарковная. Пусть мы церковная. Церковный хор. По венам течет церковный хор. По венам течет церковный хор. Домба-на-ди-я. Не мат. Какой твой самый-самый любимый фильм или же сериал? Я не могу ответить на этот вопрос. Меня всегда его спрашивают. Ну, не знаю. Ты же любишь сериалы? Ну, я люблю сериалы, но нет прям таких любимых. Ну, а конкретно, какие ты смотришь? Вот, например, один из сериалов, который я смотрю, это «Анатомия страсти». Интересный, я не знаю. Что это? Это о «Врачах», все могут посмотреть. Реально очень-очень прикольный, интересный сериал. «Врачи, страсть» звучит как интересный сюжет. Ну, нет, есть как два названия. «Анатомия страсти» и «Анатомия грэви». София Пархомова, или Пахомова. Если бы у тебя была возможность избавиться от какой-нибудь привычки, от чего бы ты избавился? Я даже не знаю. Он идеален, что вы хотите, что вы придрались к бедному мальчику, господи, дурачки какие. Карина Скива, надеюсь, хоть ты нормальные вопросы задашь. Как тебе звездная жизнь? И как ты все успеваешь? Умница. Я не всегда все успеваю, но стараюсь это делать регулярно. Регулярно не успевать? Нет, именно успевать. Ага. Так что успевать? Ну, я не знаю. Понятное дело, совмещать вот эту всю такую жизнь, звездную, как ты же задал, и школу. Это сложно. Я с вами просто очень хочется отключить. Клево. Ангелина Месевра, если бы не танцы и не вокал, чем бы ты занимался? Ну, ходил бы в школу, как и все. Ну, в подростки. Олег бы не ходил? Ну, мне очень страшно. И... Господи, что бы делал? Ну, я не знаю. Наверное, какой-то наукой занимался. Ну, я не знаю. Серьезно. Очень странно. Ну, серьезно, да. Не знаю. Какая наука? Какая там есть физика? Постмодернизм. И... И... Церковный хор? И на церковный хор выходил. Нет, вот. Я занимался в церковном хоре. Ого. Вот это, я понимаю, мечта. Кого твоя мечта? Аня Иванова. Ты говорил в одном интервью, что пишешь стихи. Что тебя вдохновляет на написание стихов? Одиночество. Избиение. Страсть. Боль. Страдания. Ну, не знаю. Бывает иногда такое, что ты вот просто сидишь и что-то тебе на голову приходит. А что тебе обычно приходит? Представь пример твоего стиха. Сейчас мне это вспомнить. Вот. Мой любимый стих. Это, кстати, был мой самый первый стих. Все хорошо. Посмотрение в глаза. Почему в твоей щеке течет слеза. Не плачь никогда. Будь веселей. Когда бежишь, будь быстрей. Все, что ты делаешь, цени всегда. Пройдут недели, месяца и года. Все, что было уже не вернуть, давай ищи свой новый путь. Спасибо. Я большой. Там Влад хлопает во всем. Диана Трушенко. Что делаешь, когда очень сильно волнуешься? Я стараюсь себя настраивать на хорошее, но на позитивное и просто верить в себя. Арина Колесова. А если бы у тебя была возможность сказать что-то человеку, который тебя вдохновляет и мотивирует, что бы ты сказал, помимо того, что ты очень красивый, умный и целеустремленный мальчик? Ну, во-первых, я бы его поблагодарил и сказал бы ему, что он меня дальше мотивировал и вдохновлял. А если бы он отказался, ты бы ему угрожал? Нет. Я бы искал другого человека, который будет меня вдохновлять и мотивироваться. Вероника Колотина. Если бы ты что-нибудь изменил в своей жизни, то что бы это было? Ну, на данный момент я бы хотел себе вылечить глаза. А что у тебя глаза? Ну, у меня минус 2%. И я постоянно ношу, ну, ночные линзы. И вот я жду уже именно 8 лет, чтобы сделать себе лазерную операцию. Ну, вот я бы на данный момент это бы по-любому изменил уже. Ну, это уже по здоровью, а именно просто в последней моей жизни. Я даже не знаю, что изменить. Ну, что ж вы опять? Ну, идеален он! Что вы прикопались к нему? Аня Иванова, какая у тебя цель на будущее? Будущее. Та цель, которая у меня есть главная. Стать успешным человеком, успешным артистом. А помимо? Чтобы мы, ну, ты понял, кто мы. Мы, T-Side Band, стали всемирно известными. Именно всемирно, чтобы она знали все. Все-все. Скромно. Скромно. Милый. И закончим. Спасибо всем за просмотр. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на нас. И на меня. Поехали. У-ху! 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 Продолжение следует...